Глобальная модернизация Горводоканала в последние месяцы одна из обсуждаемых тем в Котласе. Неоднократно вопрос выделения средств на создание проекта выносился на городскую сессию, но не был поддержан, так как не набирал нужного количества депутатских голосов. Народные избранники, голосующие против, мотивировали свое решение тем, что техническое задание им плохо понятно, и сомнениями о том, что миллиарды федеральных рублей на реконструкцию вообще будут выделены. Депутаты просили еще больших разъяснений по модернизации очистных, и сегодня специально для этого в наш город приехали представители Росатома, ведь именно в госкорпорации займутся модернизацией Котласских косов. Правда, самые сомневающиеся депутаты на эту встречу почему-то не пришли. У меня вопрос к тем депутатам промышленности, комиссии, которые есть. Какие у них могут быть вопросы к этому, почему они здесь не присутствуют? Не только здесь приехали люди, представители, показали, рассказали. Мне вот интересно от них узнать, почему они против, и почему они здесь не появились. Сейчас в данный момент решается вопрос о наших, так скажем, гражданах города Котласа. Не против. Наоборот, все утверждают, что необходимо эти работы выполнять. Другое дело, необходима информация была из квалифицированных источников и полная информация. Поэтому мы удовлетворены тем, что представители Росатома, как проектировщики и как, собственно, возможные исполнители проекта, здесь находятся. Николай Владимирович, мы здесь, общественники, собрались, чтобы приехать сюда и пообщаться с людьми. Выслушать их предложения, что они хотят нам предложить. На данный момент той комиссии, которая должна быть, и была, так скажем, поднимала руки против, их здесь нет. Господин Пронин написал очень хорошую статью у себя, разместил. Но его здесь нет, и он сюда не придет. То есть это воздух, слова. Конечно. Только зачем вы устраиваете у себя в собственном городе вот этот вот, извините, за вооружение ЦИРП? Это тоже непонятно. Вот мне непонятно. Что-то где-то услышали, где-то что-то увидели. Если у человека есть факты, как вот там, да, там, техническое задание сырое. Придите, покажите конкретный пункт, который вас не устраивает. Давайте придем к конкретному диалогу и его обсудим. Конечно. Мы бы хотели бы такую сторону услышать, которая против. Вы ее не услышите. А чем речь идет? У вас тут, может быть, какой-то внутренний саботаж идет, но мы в нем участвовать в их разборках не собираемся. Встреча длилась около часа. За это время представители Росатома рассказали о серьезности своих намерений в Котласе и о своей компании. Опыт есть, понимание реализации проекта есть. Не стоит задача, как многие депутаты, там, общественники думали, что мы тут пришли освоить 40 миллионов рублей. Вопрос не о своеме, не 40 миллионов. Вот это слишком маленькие деньги для предприятия Росатома, а в части для ЦПТИ. А вопрос заключается в глобальном, это в реализации проекта, самого полностью подключив, достижение тех целевых показателей, экологических, которые ставятся. ЦПТ – это задача реализуемая, потому что знаем, что это такое, знаем, как это делать. Возвращаясь к некоторым комментариям в отношении в том, что мы все даем на суд подряд, у нас нет ничего. Вот, я уже говорил, коротко, у нас есть 11 филиалов. Два на 9 находятся на территории Российской Федерации, два находятся на территории СНГ. Поэтому, как реализовать комплексный проект под ключ, у нас есть численность, составляет порядка 800 человек. Вот это все проектировщики инженерной технологии. Вот основное, там, в комментариях, если разбивать, как многие говорили, что Центральный институт – это лидерство и тому подобное, нет, не так. Вот, проектно-технологический, да, основное – это технология. Технология будет делаться обязательно собственной силой. По словам Дениса Якунщикова, реализация проекта по косам Горвода канала будет поделена на два этапа. Первый – разработка ПСД, а потом и сама модернизация. Заниматься реализацией просто разработки проектно-сметодокументации ЦПТ неинтересно. К тому же целевые показатели достигнуты не будут. Поэтому мы подходим именно комплексным подходом. А вот разработка проектно-сметодокументации будет делиться на несколько этапов. Там первое – это инженерное обследование зданий и сооружений. Дальше – проведение инженерных изысканий, написание УТРов, прохождение общественных слушаний, разработки проектно-сметодокументации, прохождение госэколы и государственной главгосэкспертизы, разработки проектной рабочей документации. А уже после того, как будет разработан проект, инициатива переходит в администрацию города. Дальше инициируете обращение в регион, получаете финансирование. И мы заходим на второй этап. Вот это уже реализация физической. Это поставка оборудования и стрельценно-монтаж на работу. Об острой необходимости модернизации КОСОВ рассказали и представители Горвода канала. Она назрела еще лет 10 назад, но привлечь финансирование не получалось. И тем шансом, который появился сейчас, грех не воспользоваться, считают на предприятии. Если миллиарды федеральных рублей пройдут мимо, возможен самый печальный исход. Предприятие вынуждено будет оплачивать огромные штрафы за несоблюдение нормативов по очистке. И в итоге может и вовсе обанкротиться. Вот вы говорите, не утонете ли вы, извините за выражение, у вас водоканал скоро обанкротится, когда вам штрафные санкции в него прилетят. Вот тогда вы точно в нем утонете. Вот, ну поверьте, хуже мы не сделаем. Проект будет проходить ГОСЭКОЛОЭкспертизу. Некачественный проект экологи не пропустят. Численное сооружение больше 35 лет. То есть закладывалась технология совершенно другая. Состав сточных вот сейчас поменялся. Что-то мы можем улучшить какими-то своими разработками, методами там. Методом проб и ошибок. То есть, да, улучшается, разрабатывается, ну, применяется. Но какие-то мы просто не можем на базе старых технологий что-то сделать. То есть никак это не улучшить нам без реконструкции, там, модернизации, еще чего-то. То есть если деньги не вкладывать продолжать, то что может случиться? А ничего, просто будем выводить из эксплуатации сооружения одно за другим, одно за другим. И в итоге просто все потекет так. То есть у нас с вами примеров здесь много. Взять Сольвучий ГОСК. Какие там сочистные сооружения? Там от них, по-моему, ничего не осталось. Здесь, наверное, по всему югу Архангельской области, кроме Коряжьеву, ну, там, понятно, у них деньги есть. Наверное, муниципальных очистных сооружений больше нету, более-менее функционирующих. То есть как-то. То есть все без очистки? Ну, максимально механическая очистка, и все, и больше нет ничего. То есть эта проблема такая глобальная. А когда вот на последней сессии депутаты все-таки не поддержали вновь и вновь, это не, кстати, на вашем предприятии еще какие были настроения, может, обсуждали? Так просто, как сказать, работали, работали, предоставляли данные, то есть как-то, ну, была какая-то надежда. У нас люди, скажем так, зарплата невысокая, просто замотивированы, как-то, ну, личные качества делаются. То есть, ну, такое. Если городу не надо, тогда, может быть, и нам это все не надо. То есть мы за это отвечаем, стараемся сделать чище воду, а тут, ну, депутатам не надо. По итогу сегодняшней встречи недоверие к модернизации косов отпало даже у самых ярых скепсиков. У меня сложилось мнение, и мнение – это положительное. Кстати, по словам представителей Росатома, они всегда готовы к конструктивному диалогу и на связи. Если у депутатов или общественников появятся вопросы, теперь у них есть номера телефонов сегодняшних гостей из госкорпорации, по которым можно позвонить и все обсудить. Спасибо. Я согласен. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.